Генетик мне хотел ноги сломать. Вот, оказывается, Борис Татсельный не гей. Я, кстати, так умею. Надеюсь, это не все твои таланты. А есть еще что-нибудь, чтобы стояло? Я понял. Наркота. Тебя клея, да, мужики? Че надо сказать? Ладно, поехали. Здарова, друзья! С вами здесь Сережа и новый выпуск. Сегодня мы встретимся с Борисом Цацулиным. Спросим у него кучу дурацких вопросов. Съездим на производство, посмотрим, как он живет. Дядя Сережа еще не успел позавтракать, поэтому взял с собой коктейльчик Туби. Река Лама закончилась. Просто, быстро, удобно взял, выпил, выкинул. И не нужно с собой вонючей шею заткать. Так, ну и что? Дядя Сережа прибыл к ботаническому саду в Санкт-Петербурге. Таксист угостил меня двумя конфетками. Короче, сядет сегодня по всему мой день. Да, машина вроде не сбивает. Здесь находится студия, где мы будем снимать. Где будет первая часть. А вон, Боря. Здорово. Здорово. Привет, привет. Здорово, здорово. Привет. Да, неплохо. Все хорошо? Да. Слушай, ты такая довольная какая-то. А я нашел место для парковки. Что-то ты приболел, нет? Приболел? Плохо выгляжу, бледный? Нет, нет. Я мало омега-3 пью. Нет, голос тебе че-то че-то че-то. А, есть такое, да, чуть-чуть. Пьянство вдвоем. Нет, я не пью. Не, верно. Курил вейпы свои. Вейпы я бросил тоже. Все, мне от тебя за ЗОЖ. Не стоит, да, вейпы? Ну, если человек курил, может переходить на вейп. А если никогда не пробовал сигареты, то лучше пусть они начинают. Вот так вот. Согласен. Когда у тебя будет больше денег, ты купишь себя в лизинге? Нет. Нет? Не знаешь, что ты крутым перцем ездишь. Нет, я потом вообще откажусь от машины, зачем мне тратить время на оважение, если я могу арендовать машину или арендовать услуги по перевозке. Ну да, это дешевле. Меня просто повезут, а я буду во время езды там что-то делать. Согласен. Ну, причем сейчас же индустрия по... Ну, то есть такси сейчас стало значительно дешевле. Это все будет еще развиваться. Учитывая еще урбанизацию городов активную, сейчас политика будет идти против личных автомобилей. То есть, ну... Будут съемки в облакар. Согласен с тобой. На самом деле, намного проще ездить на Яндексе. Снимать тачки. Ты Яндекс заплатил за рекламу? Нет, Яндекс мне ничего не заплатил. Я даже на самом деле заказываю Яндекс и не поддерживаю Uber, чтобы деньги оставались больше нас. Но как я слышал вообще... Такая объединительная теперь, ты одна компания. Да, да, да. Я слышал, что Яндекс выкупил Uber просто и все. Вот. И, короче, на самом деле, намного дешевле, чем ездить в своей машине. Не надо покупать резин, страховку, штрафы, бензин. Да, парковки. Вот мы до парковки сколько доходили, до покупочного места. А меня водитель привез вон до самого входа и еще дал мне две конфетки сегодня. Ого. Две конфетки. А ты ему что дал? Ничего не дал. Здоровый, здоровый такой дядя. Мне кажется, килограмм по 200. Мне кажется, ему конфетки есть не стоят. Он как достал пакет такой. И давай их грызть. Это минусы работы таксиста. Короче, друзья, уже Рича градусов 800, наверное, сейчас в этой студии. Да, мы все мокрые. Сейчас мы начнем снимать. Будет у нас мокрый Боря. Мокрый Серега, ведущий. Вот у нас процесс съемки. Как бы сказали веганы, вообще настоящий мужик не должен пить молоко. Тем более, не от своей матери. Доча тебе заплатил, чтобы ты разосрала протеины. Было такое, да. Моя вкус в тебя льется изо рта. Сама по себе. Звучало, как на вечеринке в 15 лет после дискотеки. Так, Борь, а твоя тачка? Я думаю, что... Поддерживаешь корейского производителя? Здесь почти 200 тысяч километров она проездила. Ты на ней нагонял, да? Нет, нет, конечно, нет. Поддерживаешь, да? Это твой первый автомобиль? Да. Понятно. Красавчик. Можешь показать еще всякие разбитые места. Вот это? Что это? Ты еще поедешь внутри, там стекла же не работают. Не педаль, педаль придет. Они не спускаются. На катамаране. А кондиционер работает, нет? Да, работает. Кондиционер работает, да. Отлично. Значит, у тебя система гермистричит. Он греет. Он греет, да? На 80 километров он начинает, перестает обороты набирать. Я не знаю, в чем дело, там масло вроде вытекло. Так, ну что, я самый здоровый из камеры, так что я вперед. Ну, логично. Видите, все четко. Все четко. Все четко. Что тут, жирковато у тебя? Честь, как нагрел. С подогревом, сиденье с подогревом. О, гасилось. А зимой с охлаждением. Так, ну что, едем? А, вон, визит, чуть-чуть денег теряли. Твоя визиточка? Это для полиции. Для полиции? Да. Когда меня останавливают, я предлагаю, лучше спортивное обедание. Ну, еще они ведутся? Ну, конечно, и промокод. Я посылаю сюда. Свети, а то будет девочка звонить. Ты думаешь? Малолетняя. Да, ты один раз светанул, да? Короче, я не мог отбиться. Да, было такое время псих, как-то звонил. Топ-сих звонил. Да, какая-то, ненормальная. И что хотел тебе? Что-то хотел пообщаться, познакомиться. Пообщаться, познакомиться? Клеил тебя? Может быть. У меня чтение. У меня чтение клеят какие-то мужики. У тебя клеят, да, мужики? Ну, и что, ты пишешь, какую-то хирургую? А сейчас, ты что хотел? Да, здесь, по-разному чать ходит. У тебя же с собой не очень хотят. Сколько ты за рулем? Я за рулем, по нейтральность под локерами. Это не акцент короче. Ну, типа, это Светом. Ну, года два уже, да? Светом и футболки. Светом и футболки. Светом и футболки. Не, а еще, может быть. Нормальный проводитель, да? Да, какой-то тролли. Как-то такая тема. Может, чуть-чуть откроем еще, чтобы пройти? А, она не работает, же. А, не работает, да? Я здесь открою, она продует немного. Да, понял. Просто что-то. А, там не работает нигде, кроме моей страны. Понятно. Чтобы ты чувствовал себя... Ой, че сядут? Ты тот еще водитель, я подъеду. Да, пардонс отдыхает. Ты прям как этот самый, как мой таксист, который меня вез. Не, я аккуратно очень вожу. На самом деле, я в городе больше 60 дней поднимаюсь. Вообще. Так она едет больше 60? Да. Она 140 едет, 150. Но, когда я на КАДе ехал, у меня ступица болтается. Поэтому, конечно, можно отлететь, и я... Не рискуешь. Почему ты такой автомобиль приобрел? Или он тебе достался? Ну, достался, по сути. Я купил его за небольшие совсем деньги. Стоил дешево. Он же мне хорошо служит. Все деньги свои отслужил. Нужно просто сейчас в ремонт вливаться. Знаешь, у машин бывает период, когда ты тратишь на ремонт больше, чем стоило бы обслуживание. То есть, ты купил бы новый, обслуживал бы его изначально. Да, поэтому, когда этот порог переходит, сейчас машина этот порог переходит потихонечку. Но, я думаю, для людей с руками вполне смогли бы купить ее, довести до ума. Ну, просто я технически не подкован в машине. То есть, ну... То есть, основные детали знаю, там, масло все это заменить могу. Но там, скажем, двигатель вытащите, и там что-нибудь поменять уже сложнее. Я могу отремонтировать те радиаторы и кондиционеры, или радиатор охлаждения просто. Серьезно? Да, я четыре года работал. Так что, если что, обращайся. Так, ну что, мы прибыли в райончик, где живет у нас Борис. Так, ну вот тут ты и живешь, получается, да? Здесь твое жилище. Слушай, нормальная такая квартира. Веселая. Простой. Эта стена вызывает депрессию зимними вечерами. Ты специально ее сделал сейчас? Нет, потом выяснил. Экспериментально. Понял, света мало. Нужно эту стену будет менять цвет. Ну, это сам ремонт бахал, да? Не так давно? Да, но уже он, видишь. Поэтому отходят всякие эти отвариваются. Слушай, нормальная у тебя квартира. И что-то еще у тебя есть? Оба. Кнопка серебряная. У меня такой нет. Она затерялась, она хочет расти. Клопи. А? У тебя какая? У меня такая должна. Серебряная? Привет! Привет! А, Вероника, знакомьтесь. Так, Вероника это твоя девушка? Да, твоя девушка, да. Да? Тебя можешь снимать? Да, можно. Можно. Вот, оказывается, Борис Ацельев, не гей. Я не знаю. А то у меня были сомнения. Думаю, друг тебя, компаньон. Думаю, у вас все весело. И дядь Сережа присоединился к нам. И я зашел на пусты. Это твой велосипед, да? Да. Сомнения. Ноги гоняю. Я имею, да? Да, это справка о том, что меня змея укусила. Однажды. Где ты змея укусил? Ну вот, видишь. В 1993 году? Нет, укус змеи в области левой голени. Остался этот шрам? Не, на самом деле это была не змея. Это меня влохи укусили. Я приехал во Всеволожской больнице. И говорю, у меня змея укусила. Они говорят, ну вот, наверное, анаконды было, раз такое расстояние между укусами. Ну ладно, мы сейчас тебе на три недели положим и сыворотку вколем. Если ты не умрешь, то как бы все. У нас там аллергические реакции иногда бывают жесткие на препарат. Так что, ну, коль, что давай, ложись. Готовы. Ну, короче, все нормально. Ты живой, значит, все нормально. Кондейчик у тебя тут есть, да? Да. Слушай, нормально. Я думал, ты живешь этот. Ты взял выпуск был какой-то. Когда... Специально самопарфиру. Когда там была какая-то аварийная история. А, да, так это здесь было. В подъезде был полный жерст. А там прорвало трубу, и она парила, парила, парила. А, я понял. Да, и ничего не делал в жилком сервисе, ничего. Обращались звонки, аварийка бесполезна. Пришлось медиа вызывать в СМИ. Вот только как с ней подключается, так сразу... А кто вызывал в СМИ? Ну, я вызывал, типа... Да я даже отыграл там сценку. А нам, знаете, в банях ходить совсем не обязательно. Вот мы так вольготно устроились. У нас сауна в подъезде. Поэтому приглашаем всех к нам попариться. Виновница этого совсем не праздничного переполоха – старая труба. Сначала она затопила подвал, а потом кипяток вытек и в сам подъезд. От сырости полопались лампочки, и начала отваливаться штукатурка. На мокрых ступеньках легко поскользнуться. Пожилые люди спускаются осторожно, особенно после несчастного случая. Борис упал два дня назад. Выход на улицу обернулся для молодого человека синяком и серьезным ушибом. В подъезде было влажно, скользко. Я поскользнулся, упал, и вот теперь на лице травмы, как будто после побоев. У меня поврежден тройничный нерв, поэтому часть лица у меня немевшая просто. На данный момент, надеюсь, все восстановится. Вот он, это вторая комната. Здесь ты и спишь, и… Ну, снимай, да. Вот все брохло твое, да, чистый штатив. Зачем ты так мог? У меня раньше штатив использовался, чтобы зеленые хромаки вешать. А потом я ее убрала, и осталась штатива. И распечатала ту штуку, да? А это на принтер, смотри. Это моя гордость. Да, кусками, да, ты склеил? Да, клеил, клеил, краска заправлялась. Прикольно. Я так и не скажу, что сдали. У тебя тут я сразу заметил, открытая упаковка. Судя по всему, ты действительно пьешь свой спортпит. Да, вот это часть добавок, которые я заказываю для теста. Вот, например, фениланин, а раньше было это лекарство. Сейчас у нас продается как БАТ, но вообще это лекарственный препарат. Ну, и всякую кучу, всякого всего. Так, что-то, вот твой мелтонин, ну, да? Мелтонин, да. Выпишу. И засну сразу. Выпишу, что она на лосе, по всему, да? Ладно, такой у меня есть. Доктор Бест. Доктор Бест, да, ну, я тоже тестировал. Таурин всякое, лекарства, грицы. Ну, это все я заказываю, чтобы я пробую миксовать делать. Немного, притреник относительно неплохой. Он этот самый повернутый, добавки, да, фрейк? Да, да, да. Здоровый. Горстями пьет каждый день. Зачем он пьет? Ты что из этого пьешь? Ничего? Правильно. Если ты такого, он дает. Да, вот это обязательно надо выпить. Тогда надо пить, да? Ну, подлечиться, да. Слушайте? Да, подлечиться надо. Если ты говоришь, что ты пить, то надо. Ну, конечно, конечно. Меня моя не слушает. Но я сразу предупреждаю заранее об эффектах, обо всем остальном. Что запрет, да? Что от теорина, например, там, не знаю, может тревожность повыситься. От йохимбина, например, мурашки появляются. Ну, и так далее. Дядя Сережа прибыл на завод, он поменял свой образ, потому что прошло несколько дней, и мы сейчас на производстве. У меня брейхеты, новая стрижка, ребята все те же. Лучше. Угу. Так, ну и кто тут делает брофитинг? Ты знаешь? Знаю. Кто? Да, не скажи. Ну, время от времени разное обращается. Есть говнобренды тут? Скажи, все говнобренды. Ну, говнобрендов не бывает. Бывают разные позиционирования, да, у брендов, у каждого. Ну, зависит, опять же, от качества сырья и все остальное, что там мешается. А что значит говнобренды? Не знаю. Мне кажется, что половина русского спортпита – это говнобренд. И, наверное, две трети зарубежного тоже. Как ты так не считаешь? Не, я. Ты очень толерантен, так как я все. Без громких речевок. Не, ну, пиркрут именно, само собой. Но если серьезно, то время, ну, часть брендов просто уходит с рынка. А те, что сохраняются, те просто повышают качество. Либо ухудшают. Это было возможно? Возможно, возможно. Никто же ничего не делает? Ну, проверять надо. Это же пищевка все-таки, специализированный продукт для питания спортсменов. Надо проверять, прогонять по тестам. Вот. Ну, там может быть, может варьироваться по сырью и прочее. Ну, я предполагаю, что есть те, кто изначально, вот специально с умыслом... Добросовест. Да, часть продукта заменяют на дешевый аналог, типа там маленький и все остальное. Кстати, успешные люди вот в контейнере все делают. Успешные люди? Это кто успешные? Майнеры. Ага, я понял. Это одних шум такой, что ли? Да. Да ладно? Там асики стоят, да? А что, бесплатная электроэнергия, что ли? Да. Толярная, да? Да. Это все асики, да? Интересно. Ну, там платки. Ну, там нормально, да? Да, конечно. Биткоины майнятся. Это тебе не спокбит. Да, и что там? Я чувствую характерный запах уже. Ну, а то есть, это характерная температура. Да, здесь как ладно. Попахивает протеином. Большим количеством. Ну, ароматикой и все остальное, да. Терс. Охренеть. Ну, это тут то, что в ближайшем, можно сказать, месяце меньше. Я заметил, что не валяется на полу в коробке, да? Нет, все на палетах, да. Все на палетах. Не то, что у дочек, да, было? А где, покажи мне склад этого CMT? CMT. А он на каткосрочке. А мы все забираем, у нас сразу раз. Они, кстати, нормальные, ребята, да. Нормальные? Да. Сколько они тебе заплатили? Мало. А мне паспорт забрали? Да. Вот они забрали. Понятно. Я без документов положил. Как ты к ним относишься? Положительно сугубо. Да? Ну, нельзя договорить, конечно. Ребят, паспорт отдайте. Я все сказал. Здесь находится все то, что сразу пойдет в производство, в ближайшие несколько дней. Здесь опять же, постоянная температура, влажность, куча слам. Здесь можно ходить по одной причине. Полностью отделение чистой зоны. Короче, можно смотреть. Да, можно смотреть. Никаких секретов. А они слышат нас? Нет, почти. Я не слышал. Нет, если очень громко кричать, они будут слышать. Если ты думаешь, она не «Ах, ты ер, кто он знает, что ты делает?» Ну, обычно так и происходит вообще. Сколько вот эта линия стоит? Это секрет фирмы. На самом деле здесь очень много такого, можно сказать, хендмейда. Подгонялось по месту. Просто вот сверху идет ярус. Это очищенная тара, уже идет непосредственно в цех. Что это очищенная тара? Очищенная тара, да, после мойки. Дальше она опускается уже непосредственно полностью в газаторах. То есть тара у нас идет уже помытая. Понятно. Ну, короче, там отдельно стоит аминокислот. То есть там большая пыльность. Поэтому отделено помещение. И там еще одно отделение, чтобы пыль от аминокислот дисперсис не попадал никуда. Я понял. Ну, больше 50-10 рублей, да, сверху? Ну, немного больше, чем бетономешалка, конечно. Ну, мы стараемся во всех. Ясно. Но, наверное, все-таки проще лопатой мешать в этом. Слушай, не, лопатой горят комки, получается. Ну, какие-то проблемы, да. Вилами надо. Вилами, да. Но вилами, понимаешь, потом, вот, Борис на анализы все сдаст, и вилами там что-то не получится. То есть, знаешь, автоматизация, кстати, не всегда лучший вариант. Иногда дешевле ручной трубки, чем автоматически, полуавтоматически запаечки. Поэтому у нас не очень дешевое место для фасовки. Понятно. Есть дешевле, да? Есть намного дешевле. Мы, наверное, одно из самых дорогих производств. Насколько дешевле есть? Ну, разрукла точно. Что за бренды там делаются? Не скажу. Дешевые бренды. Дешевые. В общем, дешевые бренды-то там не только дешевые делаются. Ну, ладно. Коллагенчик, да, зоди? Да, коллаген, белок, соединительная ткань. Есть от Англии, у них есть сайт подробный, там UK Arthritis. Там 26 проведено контролируемых, рандомизированных исследований на тему использования коллагена. Ну, то есть коллаген не зарегистрировано как лекарство. Он везде есть, его каждый может выпускать. Поэтому исследования вообще в области пищевых добавок очень мало было бы. Ты выпустил коллаген, сразу начали выпускать подобного. Да, да, да. Сволочь. Да, абсолютно. И встали, встали. Ну, мы держали цену хорошую, и поэтому сейчас коллаген один из самых популярных. Именно наш, да. Топовар, да, на первом месте? Ну, покупают чаще всего. Иногда, знаешь, говорят, типа, Борис, а в чём проблема? Типа, я же могу желатин пить из магазина. Вот. А я потом говорю, просто пересчитай рубль на грамм цену. И выходит, что цена такая же, но у нас свойства. В плане усвояемости он размешивается нормально и ароматизирован. У коллагена самого по себе вкус не очень хороший. Кстати, многие просили сделать в капсулах, потому что многим не нравится вкус. Ну, потому что, все-таки, если белок соединит на ткани, увы, его, как не очищаю, он всё равно аромат имеет. Но в капсулу сложно засунуть, потому что он тушится. Вот такая тема. Чего он делает? Главное, смотри, в крышке есть мембрана. Когда крышка закрывается, прикладывается сверху запайщик, и мембрана приклеивается к самой банке и всё. И что, каждый банк так будет проверять, что ли? Да. Или он сейчас проверит, протестирует, что всё, чё, где всё, да? Нет, здесь каждый банк. Это полуручная, так называемая, запайка. Да. А ты понимаешь, здесь же от объёмов. То есть у нас там, допустим, сколько там получается? Две тысячи штук. Две тысячи штук? Вот мы не... У нас продукт не залёживается на складе. Постоянный оборот. То есть там... Сделали, продали, сделали, продали. Да, да. Сколько вот эта партия у вас сейчас? Коротко, вот банок. Ну, вот у нас сейчас здесь две тысячи. Две тысячи банок? Да. И за сколько они у вас улетят? Улетят, но... Месяц, может, меньше. Потом опять надо будет делать? Потом пять, да. Ну, каждый месяц. Каждый месяц, короче, по две тысячи банок. Так. Ну вот, друзья, к примеру, Дядя Серёжа Натришин, к примеру, я захочу открыть и сделать протеин. Одного вкуса, да? Предположим, одного. Одного вкуса. К примеру, это будет ванильно-шоколадная клубника. С серёжиной клубникой. С растратутом. Клубничка с огородом. Ну, вот, дело, скрытый вкус. Знаешь, как на чипсы клеис было? Да. Или вкус огурца. И... И знаешь, что? Вот, к примеру, Сколько мне нужно денег, чтобы я сделал спортвиду? Сколько бы он мне вышел за одну... Ну, за одну упаковку? Минимальная партия, да? Да. Расскажи. Ну, минимальная партия пойдёт, скорее всего, 300 килограмм одного вкуса. Больше... Это будет 900 килограмм. Ну, ладно. Ну, по выпуску это будет примерно... Ну, конечно, от... Зависит от белка используемого. Ну, дядь Серёжа самый качественный. Чёткий белок. Чёткий белок. Назовем это чёткий белок. Как у Бори, да, вроде. О, это самый чёткий. Такого не существует больше. Мы им всё Бори кладём. Ну, давай. Вот такой чёткий белок. Бум-бум-бум. Ну, это будет... В идеале сейчас делать по рынку 900-граммовки. То есть, это будет 30 упаковок, 333 упаковки, если будет точно. А продавать можно по 1200. 300. О-о-о, бизнес! Всё, отлично. Друг. Но ты ещё должен, первое, оплатить все анализы, оплатить все документы, и после чего это должен выпускать. И рецептуру. Так, ты начинаешь меня расстраивать. Ты ещё не забыть логистика. Ты должен принять, отправить. Маркетинг ещё оплатить, чтобы где-то покупать. А ещё, раз будем компаниям за отправку посылок, а ещё рабочему на складе за то, чтобы он собирал эти посылки. Ну и за рекламу. Короче, уже невыгодно, ребят. Открывайте пивнухи. Я понял, окей. Борь, как тебе попасть в тренд? Да, я так волшал, что впервые... Впервые попал в тренды. За всё время. Тренды Ютуба имеете? Да, тренды Ютуба. Но я продержался там недолго. Выперли тебя всякие челленджи, да? Да. Ну, ты знаешь, да, но было неприятно, потому что у меня насобиралось большое количество негатива от тех, кто впервые ролик увидел. Типа, типа, что ты загоняешь всякую... Дичь. Да. Хочешь, тебе проплатила Coca-Cola и Snickers проплатил и прочее. Как ты на самом деле к научпо по всяким роликам? Кого ты смотришь? Ты знаешь, ну... они не опубликованы. А так, знаешь, на что появляется? Я подписан на много каналов, то, что там вылазит, то я смотрю. Но в целом к научпопу я отношусь позитивно, но есть там загвозочка небольшая. Часто научпоп себя преподносит как истинно в последней инстанции. А из разряда... Ну, ученые доказали, что брелок, мясо, сахар, ну и по списку вызывают рак, и все. А раз ученые доказали, то... Все, все. А ученые, это Савельев оказался такой, например. Вот, например. А как ты к Савельеву относишься? Не знаю. Я вообще ко всем нейтрально отношусь. В любом случае. Ну, в смысле... Окей, тогда переформулирую. Как ты относишься не к Савельеву как к личности, а к информации, которую он транслирует? А я тоже не особо слежу за ним. По-еврейски спросил, да? Я не особо за ним слежу, вот, не смотрел. Поэтому что-то я ослужил. Когда он рассказывал, это звучало, ну, прикольно. Он умеет говорить. Он как Санюш Мак. Я смотрел про такой вид людей, которые просто умеют хорошо говорить умными словами, а по факту могут нести всякую чушь. Таких полно тренеров всяких. Они рассказывают про гипертрофию какую-нибудь или еще про что-нибудь. Или там про то, что от инсулинового индекса у тебя что-нибудь взрывается. Ну, да. Допустим, да. Плюс, да много чего они рассказывают интересного. Порой думаешь, блин, как на самом деле сложно-то качаться и питаться. Ну, ты возьми... Сейчас вот кофейка попил и все. И молочка залила меня сразу. А ты возьми на заметку. Потому что тон, уверенность, подача, пауза в определенных моментах, акценты. Это все играет значительно больше роль, смысловое содержание текста. Ну, да. Я понял тебя. Я вот здесь сейчас не позиционирую как себя, как великий фитнес-гуру. Вот. Поэтому, наверное, мне чуть проще. Да? Да. Ну что, друзья, вот такой получился выпуск с Борисом Цацулиным. Выпуск по поводу бизнеса, заработка. Смотрите на канале Сильное Знание. Ссылочка в описании или вот здесь. И, в принципе, и все. Борис и его команда довольно веселые, приятные ребятки с хорошим видением бизнеса и взглядом на мир. Нет, зарабатывать огромное количество денег, делать все качественно, хорошо. Вот. Поэтому здесь их подход мне нравится, что нет вот такого развода. Продавайте такие бесполезные добавки. Здесь он молодец. Здесь хочется его поддержать. И мы с ним поговорили. И, скорее всего, выпустим такой тонизирующий какой-нибудь легкий импритренник на основе аминокислот и всяких таких прикольных ништяков. Вот. Так что ждите. Я думаю, через месяца три. Сейчас думаем по поводу состава. Таких ребят с хорошим подходом, а вот этот взгляд, взглядом на бизнес и на отношениях к людям достаточно мало. Это вообще, конечно, меня расстраивает. А так было бы круто соединить всех фитнес-рож, фитнес-блогеров и рекламировать там какой-нибудь, сделать свой, так скажем, мерк, свой спортивное питание и так далее, и так далее. А вам спасибо, что посмотрели. Привет вам из Питера. Здесь практически как в Сочи. Жарище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова